теперь когда резать переходим в практике черенка я высказался у меня наборел на туша я когда смотрел этот добрый яндекс я доволен тем когда вижу свою статью редко-редко попадает туда вот мне интерес какие-то новости какие-то необычие но там из осени режьте осенью если зима режьте зимой отрежьте теперь купите у нас это 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 из этой подлости при усилии людей резать что даже вот это не на она же не видит что творит она вообще не понимает о чем речь идет и вбили в башку когда-то наверняка с образованием девка а потом нарвалась до до скорбления нарвалась исчезнете с наших страниц это точно уже а нет не надо вы же научите и тот самый александр и вы это не на от вас есть пользу здесь того никого не научите калече деревьев а нам дай повод поговорить итак когда резать значит начинается заготовка черенков я черенки еще буду резать но я не знаю сколько надо поэтому первый этап 300 нарезал то-то 400 нарезал этот самый чернобаев 300 нарезал я своем саду я свой сад по себе стараюсь беречь вот потому что еще сергей режет все-таки питомник не такой большой сад вы смотрите как он калечится вот и вот получается когда несколько дней назад у нас была плюсовая температура потом резкое похолодание там минус 5 потом минус 10 минус 15 наконец минус 20 все это быстро в течение трех дней и вот тут как раз повод вот сейчас поговорить дал один товарищ он все ждал когда я буду резать я говорю ну все я наконец буду резать как у вас у вас же там тепло как вы будете резать но не тоже отбринал меня в халтуре он низкая не мог понять я говорю давайте так вы смотрите набираете погода все на воске вот сейчас все это на лицо и посмотрим и когда я ему посоветовал посмотреть погоду сына ложки я сам тут же включил погоду сына ложки и сделал фотографию прямо с крана смотрите это было несколько дней назад а чё ты узнаешь где-то даты даты завтра 5 на 4 ноября это было 4 дня назад вот и вот тут самый интересный момент это учеба друзья не просто ля-ля значит итак минус 19 деревья спят все спит снежок лежит вот такой но лежит у нас это 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 редко бывает что в это время наиболее снег и я режу и вот он не звонит снова посмотрите видите через два дня через три будет плюс вот плюс обещает 4 2 1 3 и даже 6 9 ноября даже плюс 6 а вот говорит наверное рановато все таки режете может быть надо было еще пережить плюсовой температуру а потом снова минус не тогда только резать попался нормальный мужик который соображает вот вопрос теперь что делать право я что нарезал при минус 19 там 15 вас вот такой пример или не дожидаясь о теперь а потом снова зимы я тогда подумал у меня такие случаи были я уверен что то что я нарезал при минус 15-20 спящие саженцы потом куда их дева я держу при температуре плюс 23 заметьте предположительно температура поэтому не так страшно черт что здесь вот допустим они бы оттаяли бы сами так я их на морозе это потом в тепло плюс 23 до этого момента и вот они придут 23 а тут получается извините и 4 и 6 а дальше еще не знаю а если они потом проснуться а такое бывает это все-таки южные растение у меня большинстве своем а почки наверно бухнут а потом морозом прибьет и так бывало и потом они вообще будут неполноценны а мне впереди 1000 штук того резать и вот когда наступила минус 19 я дал отмашку сказал володя режь этот самый лёня режь вот и сам нарезал поняли то есть я наоборот избег опасности будущего потепления и просыпание потому что после этого у меня был случай крайне я на этих случаях сам учился и вас учу крутейший садовод россии крутейший садовод еще наверно советского союза я ему заказываю черенки абрикоса он присылает черенки мертвые почки черные вот он мне рассказывает я звоню вот он вместо того чтобы сказать верну деньги или там этого а что вы хотите октябрь плюс ноябрь плюс декабрь плюс в январе трава зеленая потом сразу минус 20 вот и все минус 20 хватило чтобы убить почки я оставайся может он еще не знал когда восстанавливал что они мертвые вы поняли да то есть вообще нарезать было невозможно а пропустить целый год я даже без этих самых 50 тысяч останусь которые получил помойте даже без них останусь а извините вот видели мои выводы еще не все это еще меньше половины так вот друзья я надеюсь вас убедил что я получил момент и без всякой халтуры заготовил 1000 черенков . некоторые детали вот моя помощница куда я деньги делаю на себя трачу на коньяк на эти на санаторий вот это однажды и помочит выйти машина она научилась вся страна знает тимофея моего это его мама так вот она бы так бы наращивала ногти наращивала бы ресницы и жила бы пожила но доход от магазина где она продавится ну и этот ноль уже два месяца и я как будто я друзья мои я как раз-то преступник вот тут прав правильно меня по морде вот только возмущался этой ниной что научила и сам тут закалечил но это калечение ради жизни видите кстати значит это 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 розмарин вот это не рекламная фотография у меня на многих деревьях еще висят собрать так и не успел вот они не пропадут они сгниют и опять вернуться в дерево вот когда фотографии делал пятого сегодня восьмое два дня назад мы заготовили через день обратите внимание у него руках краска масляная очень пустая масляная краска но если она сейчас отрежет и замажет вот лучшего на зиму на мороз я ничего придумать не мог вот эта фотография учебная я говорю позирует режу я она замазывает вот пять почек отсчитал когда подбывает механически обувь смотрю нет три неполноценных три ценных значит 6 отсчитал под почку выше почки отрезал вот эта речка поехала к вам хотя вот эти три почки которые ниже превратятся в внимание вот это учебная фотография я никогда не халтуре если 2 метра обратите внимание толщина какая видели вот этот побег примерно метр пятьдесят метр восемьдесят длина отрезаем вот так никакой халтуры чтобы допустим мне по метр или по 7 метров и вам верхушку никаких верхушек сейчас покажу это допустим то что я вам высылаю качественно согласитесь а это вот те самые верхушки если бы 37 лет назад мне бы вот это богатство вот эти верхушки тут персики и тут сливы супер тут абрикосы и то что я режу подряд вот это вот это вот это вот это да я бы даже вот с этих верхушек мог бы сделать нобелевскую премию всей стране у нас же как опять американцы опять и вылетают опять американцы а у нас же нет своих-то гениев ну извините не на себя я не один такой у нас же и хватает вот у нас это преступление нет это позор бы если бы железу помимо академии наукручили бы премию а вот из этого 37 лет назад вот это как бы называть машины времени вбернулся хаптал вот это вот или 37 лет назад начал бы поливать большинство было бы даже с верхушек но главное это качество теперь расширяем кругозор я об саду тоторова тот фильм вы увидите вы убедите что вот все что вот здесь написано терн яичная сирия чернослив козловского сувенир востока это все шедевры это фильме увидите будет этот за 2016 года вот а это он мне приготовил довесок я засомнился смогу ли продать взял под реализацию у него еще сто двадцать пятерку так покупайте уже одного какого-то не все скажу один уже кончился вы памяти нет ну короче одного уже нету я вычеркнул из этого из это потому что мне подсказала помощница а я живу без памяти вот как какой-то кончился полностью а в коричке вот и все это на всю страну много вот чему я говорю вот это обратите внимание черенки полноценные видео вот когда мы с ним договаривались вот он не смог продавать на рынке его превращали знаете во что доводили до инфарта он сказал константинович продай я приехал и говорю то же самое володи тотором владимир Александрович вот так я его говорю вот пока вот так растопырил руку вы вот столько оставляешь остальных все связать вот он так и сделал теперь вот эта часть делится пополам вот это примерно 45 50 сантиметров вам уедет верхушки будут выброшены вот таким вот образом без всякой пощады хотя они ценность тоже могут представлять по принципу на безрыбье рак рыба вот это мы разобрались с вами с володей вот вот все равно не теперь я знаю кончится фильм сработал с ним и маленькое уточнение друзья но куда деваться людям понравилось название стерн вишневый или вишня терновая вот а это есть дерево володя меня съели живьем пожалуйста нахи нарезать то нюхонькие вот фактически негодятся чтобы не позориться решили не резать и так вишневого терна не будет а звучало красивое название когда мы фильм смотрим так бывает вот вот это вот еще раз первая нарезка была 300 штук вот она в общем то есть разобрать по сортам не так их много вот видите вот это вот фотография старая хочу одно сказать у меня на продажу черенков было персика примерно от этого количества это старая фотография просто новую не успел сделать примерно треть примерно 3 ну половина ладно я там чуть-чуть дорезал не выдержал 10 черенков сюда это на всю страну и у меня в каталоге уже заранее записано черенков персика нет кто успел тот не опоздал вот это мой помощник вот один из них каждый день каждый раз дед мне надо 200 рублей заработать какую только работа я не придумал но надо значит надо этот парень не это не просит деньги он просит на долю заработать а ему 7 лет а он маленький денег вот у нас все дети денег только они никому не нужны вот он 0